Место выбрано не случайно. Построил город-площадку именно там, где родители с малышами чаще всего коротают летние вечера. Сюда, в район городской администрации, погулять приходят жители сразу нескольких центральных улиц – Парковой, Новогинской, Островского. Как известно, придомовые территории многоэтажек небольшие, а, соответственно, и детских площадок здесь не хватает. И детке было видно, что как только мы построили фонтан, они по большому счету избрали для себя, как детская площадка, фонтан. Сама площадь стала для них стадионом. Начали играть в футбол. Поэтому было очевидно, что надо именно здесь где-то обязательно построить детскую площадку. Но она должна быть универсальной спортивной площадкой. Мне кажется, что идея хорошая, она нам удалась. И место хорошее, и удобное, и прохладное. Площадка действительно получилась универсальной. Здесь сразу две зоны – игровая и спортивная. Занятия по душе на новом детском островке находят все его посетители. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хорошие качели и много разных развлечений. Мы, когда ее увидели, очень обрадовались, что есть прекрасное такое место, где могут дети погулять, мы отдохнуть. Поэтому большое спасибо за заботу о детях и в первую очередь, ну и о нас в том числе. Угодить получилось и взрослым. Место для лавочек также подбирали, учитывая все особенности. Тут место расположения очень хорошее, как в парковой зоне. Так что нам очень нравится детская площадка и покрытие очень хорошее для детей. Даже если упадут, ничего страшного, все очень хорошо сделано, качественно. Это только первый подарок к Дню города. Совсем скоро такое же любимое интересное место появится и у малышей из других районов. В Сочи откроется еще одна детская площадка, рассчитанная и на детей с инвалидностью. Принимать участие в открытии, как ожидается, будет и топ-модель Наталья Водянова, которая активно поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья.